Олимпиада в Рио может стать по-настоящему ужасным спортивным зрелищем, и это не обида на дисквалификацию наших спортсменов. Тому есть несколько причин. От политических рисков до возможности самой настоящей эпидемии. В олимпийских страхах разбиралась моя коллега Лилия Шарфуддинова. Прежде всего, политический кризис. В мае президенту Бразилии Дилами Руссов вынесли импичмент. Да, мы обвинили в сокрытии расходов на президентскую кампанию и в защите от уголовного преследования своего бывшего политического наставника. Но все эти латиноамериканские страсти были бы нам безразличны, если бы не демонстранты, которые хотят митинговать в день открытия игр у главного стадиона Маракана. Непонятно, чем все это закончится. Ужас 21 века, терроризм и в Южной Америке не дремлет. 10 подозреваемых арестовала бразильская полиция в преддверии Олимпиады. Чтобы обезопасить гостей, в Рио стянули 85 тысяч стражей порядка. После терактов в Европе бразильские власти экстренно ввели дополнительные меры безопасности, системы заграждений и множественные досмотры. А между тем, из Парижа якобы поступила информация о спящих террористических исламистских ячейках в окрестностях Рио-де-Жанейро. Или переоцененная угроза, или чума нового тысячелетия. Вирус ЗИКа бушует в южных широтах. Гостям рекомендуют носить москитные сетки. И хоть за время подготовки Олимпиады никто из волонтеров не заболел, риск все-таки остается. Трое спортсменов-гольфистов из США и Северной Ирландии подумали так же и даже сдали билеты. А вот британский прыгун хоть и поехал, но перед полетом позаботился о потомстве и заморозил свою сперму. Ну, если вдруг укусит заразный бразильский москит. Москиты, по крайней мере, вас не ограбят и бумажник не вытащат. А вот жители неблагополучных бразильских трущоб могут и вполне. Крадут все, от мобильников до простыней. Глава норвежской делегации не нашел свой планшет. Австралийцы не досчитались ноутбуков. А вот новозеландского боксера похитили целиком. Ему пришлось откупаться от местных криминальных элементов. Отдал все, что было 20 тысяч реалов. Это около 600 долларов. Что ж, хоть про оценки демократичные. Провались она эта Олимпиада, можно было бы сказать, в сердцах. А ведь риск такой и правда есть. Эксперты считают, что многие олимпийские объекты в Рио ненадежны. Строились они не на совесть. Например, стапель, предназначенный для проведения соревнований в парусных видах спорта, накренился. А велодорожка, приподнятая над землей, и вовсе рухнула. Просто возводили все в Рио в попыхах и при недостатке финансирования. Так что спортсменам и зрителям стоит надеяться не только на спортивные победы, но и на удачу.